Наверное, в Красноярске уже не осталось семьи, которая хоть раз бы не посетила зоопарк «Страна еноти». Его еще называют трогательным, потому что там живут очень добрые и коммуникабельные питомцы, которые радостно общаются с посетителями. Их можно погладить, покормить, а некоторых даже брать на руки. Директор зоопарка Игорь Смолин уже несколько лет все свои силы и время посвящают уходу и общению с животными, многие из которых считаются экзотическими. Посетители зоопарка знакомятся с енотами, сурикатами, обезьянками и даже с носухой. Я бы вообще не заводил дома никаких животных, потому что, учитывая сегодняшний темп жизни и у взрослых, и у детей, на животных просто не остается времени, потому что даже на самого себя часто времени не остается. Я сказал о том, что все животные, которые у нас есть в зоопарке, их люди нередко заводят у себя дома. Почему? Потому что это животные, которые с удовольствием идут на контакт с человеком. То есть, когда человек заводит животное дома, он его заводит не для того, чтобы иметь над ним власть, держать его в неволе, а потому что ему нравится с ним общаться, ему нравится его гладить, ему нравится с ним каким-то образом взаимодействовать. Все животные, которые живут в нашем зоопарке, это социальные животные, которые любят общаться с человеком. К сожалению, не всегда владельцы животных в полной мере понимают ответственность за необычного питомца. Очень часто зверь из милого малыша превращается в строптивого подростка со всеми прелестями полового созревания и изменениями характера. Именно этот период становится переломным. Как они забавно своими лапками что-нибудь получат, заводят у себя дома. Но дело в том, что еноты – это очень умное животное. Интеллект у енота сопоставим с интеллектом четырехлетнего ребенка. Для млекопитающего это очень высокий уровень интеллекта. Примерно к году у них происходит изменение характера, как у подростков. И это становится абсолютно другое животное, совершенно неуправляемое, с характером своим, с новым. Они обижаются, они злопамятные. И если вы увидите в интернете о том, что продают енота недорого, то это будет, скорее всего, годовалый подросток, от которого избавляются. Игуаны или енот – это не кошечка, которую можно просто отдать бабушке. Поэтому важно всегда держать в голове мысль о том, куда отдать животное, если в семья оно не прижилось. Прежде всего, прежде чем завести какое-либо животное у себя дома, нужно читать не преимущества этого животного для содержания, а почитайте негативные стороны содержания этого животного. Потому что это то, обычно, с чем люди не готовы столкнуться, и то, что становится таким неприятным сюрпризом. Почитайте, почему не стоит заводить это животное, даже если вам очень хочется его завести. Поищите знакомых или друзей, у которых уже есть это животное дома. Возможно, вступите в клуб по интересам по этому животному. И пообщайтесь с людьми, которые дома это животное держат. Постарайтесь заполучить такую возможность пообщаться с этим животным до того, как вы заведете его у себя дома. Возможно, ваше решение изменится, потому что вы не думали, что вы с этим столкнетесь. И если, изучив все негативные стороны, у вас все равно останется желание завести дома животное, только тогда начинайте изучать то, как это сделать правильно. Несмотря на невероятную мимимишность некоторых питомцев, ответственные заводчики в один голос говорят, зверь – это не игрушка. И очень просят подумать сто раз, прежде чем заводить необычного питомца дома. Кстати, в стране енотью действует клуб волонтеров. Можно стать другом для понравившегося животного и регулярно приходить его навещать, кормить и дарить свою любовь. Часто такими друзьями зверей становятся дети. А если желание взять зверя домой после волонтерства только выросло, то животное можно забрать домой.